Дорогая школа! Сколько денег нужно родителям, чтобы собрать ребенка к первому сентября? Выясняли наши корреспонденты. Дорогая школа! В эксплуатацию будут сданы 15 школ и 13 детских садов с современной и комфортной средой. Открытие объектов позволит создать в регионе более 6,5 тысяч ученических и более 1200 детсадовских мест и поможет решить проблему с безработицей. И в продолжении темы. Не менее 40 тысяч рублей уходят у россиян на сборы ребенка в школу согласно статистике Всероссийского центра изучения общественного мнения. Большая часть расходов приходится на гардероб. Это в среднем 20 тысяч. Мы решили опросить жителей нашей республики узнать, какую сумму необходимо выделить из семейного бюджета, чтобы обеспечить одного ребенка нужными школьными принадлежностями. У меня самой, например, на ребенка одного ушло почти 25 тысяч на только одежду. Учебники нам в школе все выдали. Рабочие тетради нам нужно приобрести только и все. Ну, констовары, например, это можно выбрать. Есть и дешевые, есть и дорогие. Ну, родитель смотрит на свой карман. Почти 10 тысяч как минимум уходят на учебники, на рабочие тетради. Это, честно говоря, двоих-троих детей собирать, это тяжело нам. Минимальная цена книг 1000 рублей. Ну, вы сами посудите, если собирать ребенка двух или более детей. Это очень тяжело. Но в частных школах никакие книги не выдают. Их приходится, ну, все книги приходится покупать. Как платили, так и платим, в принципе. И есть все, что нужно для детей. Я помню, в наше время мы покупали как раз такие книги, тетради. Сейчас такого как бы нету. Сейчас все предоставляет государство. Обычно, как у нас в Дагестане, перед школой все дорожает два раза. Перед Уроза-Байрамом продукты тоже два раза дорожают. У нас праздники и вот эти моменты, они наш народ используют, нет, чтобы заработать. Зуабжес на этом. Они хотят заработать. Вот это проблема. А так, что, купить. В любом случае, знание нужно, надо покупать. Собрать школьника не так просто. Они растут. Конечно, все подорожало. Цены на концтовары подорожали, можно сказать, где-то в два раза. Например, ручки там, цитради подорожали. Вообще, покупками супруга занимается, поэтому я больше по книгам. Поэтому так развернуто не смогу ответить. Ну да, на книге есть существенное повышение цен. Раньше вот бывшие книги за 200 рублей покупали, сейчас, по-моему, минимум 300 рублей. Так что повышение есть. Не остаются в стороне от помощи нуждающимся родителям и благотворительной организации. Фонд «Инсан» регулярно проводит ежегодную акцию «Соберить детей в школу». Более сотни ребят получили все необходимое к первому сентября. В этом году также поддержали и детей участников специальной военной операции. Это мероприятие становится доброй традицией благотворительного фонда «Инсан». Конечно же, организатором являемся мы, благотворительный фонд «Инсан» при поддержке председателя Совета имамов города, Мурада Исмаилова, при поддержке администрации города. Мы подключили специалистов этой области, которые нам посоветовали, что нужно сегодня первокласснику, чтобы подготовиться и пойти в первый класс в школу. Мы все подготовили для них. Разделить радость с ребятами и их родителями пришли представители власти, духовенства и директора школ. Поздравляли детей с щедро накрытыми столами, развлекательной программой и вручением школьных принадлежностей. Такие мероприятия, когда мы организуем, мы смело можем, когда мы встанем перед Всевышним Аллахом, сказать о Всевышний Аллах. Мы старались, даже если полноценно, стопроценно, если у нас не получилось, мы хотя бы старались радовать наших детей, быть полезным для общества, для ислама. Поэтому просим Всевышнего Аллаха, чтобы Всевышний Аллах дал нашим детям здоровье, чтобы они выросли с иманом, чтобы Аллах уберег их от всего пагубного, плохого, болезни. И к другим темам волонтеры будут сопровождать онкобольных. В Махачкале презентовали комплексную программу «Вызов молодых», которая улучшит качество жизни палеотивных пациентов и их родственников. Мероприятие включало обучение молодежи, которой вскоре предстоит работать с пациентами со злокачественными опухолями. Наставниками стали как ведущие дагестанские онкологи, психологи и другие врачи, так и московские специалисты агентства стратегических инициатив. Мы рассчитываем на то, что в результате нашего такого взаимодействия молодые ребята проникнутся к этим очень важным вопросам и будут делать все для того, чтобы наше население, население Республики Дагестан, все же обратило внимание на свое здоровье и на важность очень раннего и своевременного выявления онкологических болезней, что по сути равно полному исцелению. Отметим, что курировать весь процесс будет Минздрав Дагестана. По мнению специалистов, волонтерство в этой сфере – лучшая возможность реального профессионального роста. У начинающих медиков появится возможность не только работать в профильных учреждениях города, но и вернуться в свои родовые аулы врачами-экспертами или войти в кадровый резерв руководящего звена сельской местности региона. Как обучать их самообследованию и какие тревожные звоночки они должны замечать для того, чтобы выявить своевременно онкозаболевание. Будет небольшая лекция по профилактике онкологических заболеваний. Что послужило с проводом? Ну, я давно занимаюсь именно волонтерством в сфере онкологии. Занималась проектом и в больнице волонтером была. Приступить к устранению недостатков в обновленных махачкалинских дворах. Инспекционная комиссия во главе с руководителем управления жилищно-коммунального хозяйства осмотрела территории, благоустраиваемые по программе формирования комфортной городской среды. Напомним, что в столице в рамках федерального проекта реконструируют 12 дворовых территорий. Во дворе по улице Абдул-Хакимова работы выполнены на 80%. Здесь завершена обрезка деревьев, проведено зонирование территории, готовятся к обустройству игровые и спортивные площадки. На улице Каримова проведен монтаж бордюрного камня, установлены фонари уличного освещения. Во дворе дома номер 6 по проспекту Имама Шамиля идет установка малых архитектурных форм. Во дворе многоквартирного дома номер 11 на улице Нахимова по просьбе местных жителей появилось даже футбольное поле. Процент готовности данной дворовой территории по улице Нахимова 13-90%. Хотел бы отметить отдельно, что все жильцы данной дворовой территории активно принимали участие при проектировании этой дворовой территории. Они были на приеме у главы города Юсупова Мауа и главой города было дано поручение внести изменения в проект и установить футбольное поле. Также имеются незначительные замечания по производству работ на данной дворовой территории. Данные замечания уже доведены до порядной организации и установлен срок недели, чтобы все наши замечания, которые необходимо исправить, они были исправлены. Встреча прямого потомка пророка, мир ему и благословения Хабиба Хусейна Ас-Сакафа с молодежью прошла в Доме дружбы города Махачкалы. Всемирный известный проповедник приехал в Дагестан специально для участия в прошедшем вечере Корана. Посетил несколько городов и районов республики в эти дни. Накануне с гостем также прошел круглый стол, в котором принимали участие спортсмены, представители власти, богословы и общественники. Общение прошло в форме вопросов и ответов. В социальных сетях веры, богословики радикализируют нашу молодежь. И один из путей, который они используют, это настроить против истинных халивов нашу молодежь. Настроить против религиозных людей и в частности против нашего муфтия, муфтия Дагестана, шейха Ахмада Фаня Абулаева, который тоже является потомком, пророком Муфтия. Шейх Аймад Хаджи Афанди на самом деле он не просто муфтий, это ученый с божественными знаниями. Когда он зашел к нему домой, ощущение, как будто его шейх попал в другой мир. Время круглого стола, хоть и было ограничено, проповедник старался объемно дать ответы и разъяснения по интересующим присутствующим вопросам. Каждый раз, когда я возвращаюсь из Дагестана, я рассказываю своим родным, друзьям о том, что меня поразило здесь. А именно о том, как дагестанцы сплочены вокруг своего шейха, как они любят своего шейха, как любят ученых-богословов. И это, безусловно, достойно похвалы. Этого не хватает многим мусульманам в наше время. Большинство мусульман разобщены сегодня. Ими двигают только соцсети, интернет и прочие бесполезные занятия. У них нет шейха, нет человека, который бы занимал высокое положение в их сердцах. В Дагестане это все есть. В других странах я этого не замечал, лишь за некоторым исключением. У подавляющего большинства нет четкой цели, нет путеводителя, вследствие чего они теряются в этой жизни. Также в Дагестане я заметил, как люди испытывают огромную любовь к знаниям, к ученым. На это также указывает то, что они приглашают к себе ученых. Когда я приехал сюда, я спросил Шахабудина, зачем вы меня пригласили, тут же у вас достаточно ученых. На что он ответил, из любви к ученым. Они любят ученых из числа Ахлюльбайт. Они желают приумножить свои знания, поскольку знания, как бескрайние моря. Это еще одно положительное качество дагестанцев. Также в Дагестане есть тишина, спокойствие, люди одеваются скромно. Молодежь носит убитейку, рубашки с длинными рукавами. Девушки носят хиджаб, отличаются скромностью. К сожалению, многие мусульманки в мире сняли хиджаб и ведут себя нескромно. Прошу у Аллаха укрепить вас на этом пути. Теперь о спорте. Боксер Муслим Гаджимагомедов проведет новый поединок против кубинца Хулио Сезар Лакруса. Очередной бой нашего призера Олимпиады в Токио на профессиональном ринге состоится 26 августа. Он возглавит турнир «Ночь чемпионов» в подмосковном Серпухове. Соперником Гаджимагомедова станет титулованный кубинец, двукратный олимпийский чемпион Хулио Сезар Лакрус. Именно ему в 2021 году наш боксер и уступил в финале Олимпийских игр весовой категории до 91 килограмма. На этом у меня все. С вами была Лорианна Шемхалаева. Всего вам доброго и до скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова